Палец на спусковом крючке или не на спусковом крючке? Казалось бы, в спорте это очевидно. Палец мы всегда убираем со спускового крючка до того момента, пока мы не стреляем в мишень. Как оказалось, не все так очевидно. Начнем с концепции. Последние десятилетия в оружейном сообществе сформировалась идея, что небезопасно, если палец постоянно лежит на спусковом крючке. При обращении с оружием правильнее, когда палец ложится на спуск только непосредственно перед выстрелом при прицеливании в конкретную мишень. Любой квалифицированный инструктор или тренер начнет свою работу с новичками приблизительно так. Наш палец оказывается на спусковом крючке только в одном случае, если мы находимся на мишени. То есть мы прицеливаемся, палец на спуске. Опустил оружие, палец убрал. Прицелился, положил. Опустил, убрал. Несколько осознанных повторений и навык начинает формироваться. Новичок какое-то время будет испытывать стресс и дискомфорт, что может отвлекать его от дисциплины на спусковом крючке. Но если вовремя напоминать, то уже к концу первого занятия будет очевидный результат. Как минимум, в таком спорте, как практическая стрельба, этот навык считается необходимым. Потому что если споткнешься, что-то произойдет, нештатная ситуация, ты нажимаешь, и пуля летит в неизвестном направлении. Это касается практически любого человека, когда тот держит предмет в руке. Вдруг споткнулся, и чтобы не выровнять этот предмет, человек хватает его покрепче. Это происходит неосознанно, на уровне рефлекса. В физиологии человека выделяют так называемые спинальные двигательные автоматизмы. За этой не совсем понятной формулировкой стоит свойство человеческого тела непроизвольно реагировать на внешние раздражители. Именно непроизвольно. Именно так мы отдергиваем руку от раскаленного чайника. Ради выживания эволюция научила живые организмы реагировать мгновенно, когда нет времени на сознание происходящего. У человека выделяют рефлекс галанта, защитный рефлекс новорожденного, хватательный рефлекс. Все они появляются при рождении и являются нормой у любого здорового человека. Но можно не уходить в дебри анатомии, поскольку многолетний реальный опыт работы с оружием по всему миру и так показывает реакцию человеческого тела. И тут мы увидим и рефлекторное схватывание предмета, и реакцию на испуг, когда мышцы тела резко и неконтролируемо сокращаются. В быту мы называем это вздрагиванием. Если в этот момент в руках человека находится оружие, а палец на спуске, то часто происходят случайные выстрелы. Я добросовестно искал статистические данные по несчастным случаям при обращении с оружием. Но оказалось, что такая статистика очень разрозненная и неполная. В России вообще официально не ведется подсчета случаев по неосторожному обращению с оружием. А если кто-то из зрителей знает, как найти полный и достоверный источник по российской статистике, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. А в США, например, такая статистика ведется, но только по отдельным ведомствам и смешанно с другими несчастными случаями. Заниматься интерпретацией неполной статистики я не стану. Остается лишь констатировать, что выстрелов из-за оставления пальца на спусковом крючке очень много. Я знаю это и по рассказам товарищей из силовых ведомств, и сам лично был свидетелем подобных происшествий. В практической стрельбе дисквалификации из-за неконтролируемых выстрелов почти всегда связаны именно с пальцем на спуске. Тут будет кстати сказать, что за последние 40 лет существования вида практическая стрельба произошел только один зафиксированный случай на соревнованиях, приведших к летальному исходу. Стрелок попытался поймать выпавший у него из рук пистолет и, схватив его рукой, попал пальцем на спусковой крючок. Один случай за 40 лет, при том, что речь идет о сотнях тысяч соревнований по всему миру с участием миллионов стрелков. Это фантастически хороший показатель по безопасности. И он достигнут в результате привития строгих правил с самого начала. Потому самое время рассказать о том, как правило регулирует палец на спуске в практической стрельбе. В кодексе практического стрелка есть 4 основные правила, но мы раскроем только одно – зато полностью. При любых манипуляциях с пистолетом, ружьем или карабином палец всегда остается вне спусковой скобы. Порой у опытных стрелков вырабатывается такая дисциплина со спуском, что они даже дрель держат со строго прямым пальцем. Увидев палец у другого на крючке, внутри сразу раздается настороженный сигнал. И даже в кино ты обращаешь на это внимание больше, чем нужно. Но о фильмах мы поговорим уже в другом ролике. Итак, наиболее частая манипуляция – это заряжание оружия. В спорте для вставления магазинов чаще всего используют так называемую слабую руку. То есть левую для правши. Хотя в армии нас учили наоборот. Но в спорте и не только. Фактор времени играет большое значение. Поэтому правую руку оставляют на рукоятке постоянно и заряжают левой. Так получается быстрее. Но палец правой руки все равно уходится с пускового крючка во время этого действия. Тут же рядом будет находиться и перезаряжание оружия после зарасходования патронов. Все похоже, с той лишь разницей, что ради той же экономии времени оружие не убирается от плеча и с линии прицеливания. И все время остается наверху. В такой ситуации легко пренебречь дисциплиной на спуске. И нередко неопытный стрелок случайно нажимает на спуск именно в этот момент. Так выглядит правильная перезарядка. В практической стрельбе правила безопасности весьма строгие. И понятие «убрать палец со спуска» заменено на понятие «убрать палец за пределы предохранительной скобы». Предохранительная скоба – это часть оружия, которая закрывает спусковой крючок и защищает его от случайных нажатий и зацепов. Предохранительные скобы были придуманы вместе с огнестрельным оружием. Их встречаются почти на всех раритетных мушкетах, пищалях и остальных аркебузах. И только на фитильных ружьях ее не ставили. Так как там спуск затянутый и долгий по сравнению с резким кремниевым или современным ОСМом. Средневековые военные были не дураками и сразу смекнули, сколько проблем может вызвать случайное нажатие. Вернемся в 21 век. Судьи на упражнениях внимательно следят за соблюдением правил. А там написано, что палец спортсмена должен быть явно виден вне предохранительной скобы спускового крючка. То есть отмеченная зона не должна перекрываться пальцами. А значит следующая показанная перезарядка, согласно букве правил, должна караться остановкой и дисквалификацией. Потому что палец перекрывает предохранительную скобу. Замечу, что на практике подобного не происходит. И, наверное, это правильно. Как вы могли заметить, правила в практике написаны с запасом. Следующее важное условие безопасности, если, конечно, не хочешь прострелить ногу себе или другим, это палец вне спуска при перемещении. Думаю, уже не стоит сильно объяснять, зачем. Замечу, что перемещение это не только переход или перебежка между двумя позициями, но и смена позиций по вертикали, когда стрелок, к примеру, принимает положение на колено или лёжа. При этом не стоит путать перемещение и стрельбу в движении. Вполне нормально, если палец находится на спусковом крючке, когда спортсмен действительно прицеливается или стреляет по мишеням в движении. Это очень распространённый и нужный стрелковый элемент у нас в практике. Но пару раз мне приходилось слышать такое мнение. Все эти штуки, когда мы палец убираем со спуска, они нужны для спорта, для каких-то несерьёзных дел. Под серьёзными делами, видимо, подразумевалась тактическая или боевая стрельба. Если поискать по комментариям на нашем канале, то у такой точки зрения найдётся не один сторонник. Более того, я своими ушами слышал мнение, что практическая стрельба убивает военную подготовку со своим параноидальным стремлением к безопасности. Надо сказать, в рамках нашего эпизода не все правила из IPC, из практической стрельбы, работают универсально везде. Например, я всегда буду обращаться с оружием как с заряженным в стендовой стрельбе или в пулевой стрельбе. Иногда не работает. Второе правило. Я никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять. Военные могут проносить оружие через своих товарищей. Им невозможно действовать по-другому. Находясь в тесном коридоре, где там 12 человек группы захвата, они вынуждены направлять оружие туда, куда они не собираются стрелять. Следующее правило. Перед тем, как вы стрелите, я всегда проверю то, что находится за мишенью и перед мишенью. Тоже не универсально. Не всегда это возможно проверить. Не всегда можно знать, пробиваемая стена или нет. Короче, всё не так ясно. Но четвёртый пункт универсален для всех. Этот пункт, который работает и для военных, и для гражданских. Он полезен и для охотников, и даже для тех, кто занимается олимпийскими видами спорта. Я никогда не коснусь пальцев спускового крючка, пока оружие не будет направлено на мишень. Тут не нужно много слов. Достаточно посмотреть, чему учат в полицейских академиях или при подготовке в силовых структурах. Вне зависимости от языка обучения, везде действуют похожие правила безопасности при обращении с боевым оружием. Или почти везде. Всё-таки я не знаком с системами подготовки поголовно всех подразделений мира. И снова, ключевым из правил, конечно же, становится положение пальца на спусковом крючке. Любопытно, что так было не всегда. Сама концепция появилась силами Джеффа Купера и его коллег на основе очень долгого опыта работы с оружием в правоохранительных органах. Время — лучший экзаменатор, и оно показывает, что в любой точке мира, вне зависимости от менталитета, культурных особенностей, дисциплина на спусковом крючке сберегает жизни. В российской армии культура безопасного обращения сводилась к включению предохранителя и заряжанию оружия только по команде на рубеже. По крайней мере, во время моей службы. Но теперь я всё чаще вижу, что и у нас укореняется этот ценный навык. Для гражданского оружия это важно, а для мощного — армейского и подавок. После всех тех веских аргументов, которые только что прозвучали, мне хочется прояснить для самого себя один вопрос. Дело в том, что в некоторых видах спорта палец всегда находится на спусковом крючке. Это, например, пулевая олимпийская стрельба. Палец всегда на спуске. Как только они берут оружие, у них палец сразу ложится на спусковый крючок, и они очень тонко чувствуют работу спуска. Для них это норма. Давайте немного посмотрим съёмки с олимпийского соревнования. У всех, буквально, у всех палец на крючке. Я даже не собираюсь критиковать или рассказывать профессиональным спортсменам, куда им класть свои пальцы. Скорее всего, заряжать оружие можно только на рубеже. Наверняка не разрешается размахивать заряженным оружием. Наверняка есть вполне конкретный регламент по безопасности на каждом соревновании. Если кто-то из вас знает правила безопасности на таких соревнованиях, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Будет интересно почитать. Тем не менее, мне кажется, что между спортивным использованием оружия и использованием его вне арены существует большой разрыв. Однажды мне довелось пообщаться с ребятами, которые занимались пулевой стрельбой. Там они стреляли из двух стволки. И к своему разочарованию я видел, как они берут оружие буквально за спусковой крючок. С их точки зрения оно было разряжено. Ну и так-то они оказались правы, потому что выстрела не последовало. Похоже, что так исторически сложилось, что эти спортсмены всегда кладут палец на спуск. Теперь обратим взор на стендовую стрельбу. Здесь нет и быть не может бардака с безопасностью. Инструкторы не позволят. Оружие носят в переломленном положении, заряжаются на номере. И применение оружия и стендовой стрельбы на охоте вполне возможно. Поэтому нельзя сказать, что оно оторвано от реальности. Но все же, мы видим, что и тут нет привычки убирать палец с крючка. И рука все так же использует спусковой крючок, как часть рукоятки для того, чтобы держать оружие. Эх, было бы очень полезным узнать, происходят ли случайные выстрелы на стрельбящих по стендовой стрельбе. Стреляет ли оружие случайно в помещениях, в ресторанах или в комнатах отдыха. И сравнить с той же практической стрельбой. Но, к сожалению, такой статистики нам не найти. Поэтому только одна надежда. Чтобы вы поделились своим реальным опытом. Вот мы и подошли к финальной части этого эпизода. Мне приходилось общаться с людьми, которые заявляли, что вот палец на спусковом крючке, это то условие, которое спасет вам жизнь в самых критических условиях. Один из телохранителей сказал, что он всегда держит палец на спусковом крючке, потому что неожиданно может появиться угроза, и он быстрее, на долю секунды среагирует и выстрелит первым, что спасет жизнь ему самому, а также его подопечному. Я уже не раз пробовал себя в прикладных дисциплинах. Конечно, это не телохранение, но все-таки дисциплины такие, как IDPA, оборонная стрельба, тактика циклическая стрельба, обращение с оружием в замкнутом пространстве, включая работу с оружием из автомобиля. И везде было требование. Убирать палец. Это жизненно необходимое требование. Поэтому поначалу я воспринял мнение телохранителя в штыки, но потом подумал, а вдруг его мнение обосновано. Тем более он добавил, что если дело касается стрельбы в тире на официальном зачете, то он убирает палец. А если дело касается жизни, он всегда палец кладет на спуск, потому что предохранитель у него в голове, он всегда контролирует ситуацию. А ситуация, видимо, должна быть такой. Ты ожидаешь нападения с пальцем на спуск, и когда оно происходит, ты моментально делаешь выстрел в преступника. Если же палец находится на расстоянии от спускового крючка, то пока ты будешь его переносить на крючок, первым выстрелит бандит. Так это или не так, нужно проверить, сколько времени уходит, когда палец на спуске и вне спуска. Чтобы разобраться в этом вопросе, я пригласил лучших. Эдуарда Декобаса и Алекса Эстева. Эдуарда Декобаса, чемпион Европы, международный тренер, инструктор правоохранительных органов. Алекса Эстева, международный специалист по безопасности и самообороне, тренер по боевым искусствам, сертифицированный ФБР, эксперт по однестрельному кружению. Это люди, которые действительно разбираются как в спецназовских делах, как в полицейских делах, так и в спортивных. Приступим. Сейчас мы измерим скорость выстрела с пальцем на спусковом крючке и создадим для этого самые идеальные условия. Спуск будет легким, мы будем уже прицелены точно в мишень, и главное, будем точно знать, что сейчас прозвучит сигнал к выстрелу. Потом мы проделаем то же самое, но уже с пальцем вне крючка. Сейчас палец внутри, курок спущен. Стрелок готов. Внимание! С заряженным оружием стрелять будет намного проще. Но с заряженным любой сможет. А я сдернул? Да. У нас есть видео, можем проверить. Аликс немного поменял ритм сигнала, отдав его не сразу, а чуть-чуть попозже. И мое время сразу заметно ухудшилось. Это практически в идеальных условиях тира. Я изменил ритм сигнала. Ты изменил ритм сигнала. Севентин. Вау. Стэнбай. А теперь попробуем так, чтобы я убрал палец со спуска. Ты готов? Стэнбай. 0 2 9 Алфа 6 0 3 2 Delta 0 2 8 и что же у нас получилось а получилось вот что мы очень старались выжать максимум из заранее положенного пальца и выжали 004 секунды с пальцем на спуске быстрее на четыре сотые доли секунды не десятые а именно сотые глазами разницу определить невозможно продолжим ведь абстрактному телохранителю невозможно быть прицеленным в неожиданную угрозу на то она и есть неожиданное добавим хотя бы минимальный перевод оружия в сторону хотя мы все равно видим ту мишень в которую сейчас будем стрелять и только ждем сигнала но все-таки давайте посмотрим что получится первый проход сделаем с пальцем на спуске и в среднем получилось около 0,7 секунды теперь все вместе убираем палец и что же у нас получилось когда мы сделали самое мизерное усложнение возможно здесь играла роль то обстоятельство что все мы опытные стрелки а у неопытных получится как-то по-другому но это не точно так вот получилось что с пальцем вне спускового крючка мы стреляем даже немного быстрее в среднем на пять сотых секунды и тут без замедленной съемки не разобрать интересно что у каждого из нас с пальцем вне спуска повысилась точность в реальной жизни есть потребность не навредить себе и окружающим разве так важно побыстрее надавить на спуск это важнее чем точность разве не глупо стрельнуть куда попало и не знать куда именно полетит пуля я убежден что точность выстрела во всех смыслах важнее при самообороне и при защите других людей тем более при должной тренировке мы можем стрелять одновременно и точно и быстро эдуарду ты тренируешь специальные подразделения полиции и хорошо знаешь эту тему изнутри что ты думаешь по поводу оставления пальца на спуске ради ускорения реакции на внезапное нападение когда мы находимся в такой ситуации когда условия идеальны для выстрела с пальцем на спуске то выигрываем в лучшем случае пять сотых долей одной секунды это ничтожно мало тем более в реальной жизни такой ситуации никогда не будет если сделать ситуацию даже немного более реалистичной то мы вообще не выигрываем во времени при этом серьезным образом ставим под угрозу и себя и окружающих людей реальная статистика такова что полицейские получают больше огнестрельных ранений от собственных коллег чем от преступников непонимание ключевых правил при обращении с оружием может привести к досадным последствиям или к весьма опасным случайные выстрелы отнюдь ненадуманная проблема и есть простой эффективный способ профессионально работы с оружием и вы сами уже можете помочь другим и показать этот способ оружейная культура не будет развиваться сама по себе мы с вами есть оружейная культура и только своими действиями мы сможем избавить общество от глупых стереотипов что оружие несет с собой агрессию или создано разрушать нет оружие в наших руках призвано приносить пользу давать положительные эмоции и защищать обязательно поделитесь этим роликом в сетях и пусть больше людей узнает о том как правильно вести себя с ружьем а сами подписывайтесь на канал в одном из ближайших эпизодов мы выясним кто из киногероев самый лучший стрелок оказалось что многие актеры по-настоящему умеют стрелять но вы скорее всего очень удивитесь когда узнаете кто же лучше в этом деле а